Посмотрите на меня внимательно. Я в ярости, в гневе, в расстроенных чувствах, рву на себе волосы и очень грущу. Мы несколько месяцев готовили вам классное расследование про очередную путинскую дачу. Искали доказательства, подтверждения, снимали с коптера, придумали сценарий, где я как Шерлок Холмс в шляпе и с трубкой разгадываю на ваших глазах загадку секретной дачи. А Жора, Жора уже отпустил усы и примерил твидовый костюм, как у Ватсона. И все зря. Телеканал «Дождь» на прошлой неделе опередил нас и выпустил сюжет про эту самую дачу, расположенную под Выборгом. Но ничего не поделаешь. Дождь молодцы и нам ничего не остается, кроме как развлечь вас тем, чего нету дождя. Съемкой этой путинской дачи. Ну не зря же наш коптер Володя был в командировке несколько недель назад. Но сначала краткий пересказ для тех, кто не видел сюжет «Дождя». Они утверждают, что на острове Лодочный, это недалеко от Выборга, была построена новая дача для Путина. Это подтверждает их источник в местной администрации. Этот же источник указывает, что Путин отдыхал на этой даче в компании друзей. Такую же информацию подтвердили телеканалу и местные жители. И нам тоже неоднократно про это место писали, так что нет никаких оснований не верить телеканалу «Дождь». Дача располагается вот здесь. Это Ленинградская область. Ну и как обычно в ситуации с нашим скромнейшим национальным лидером, речь идет не о шести сотках земли вокруг дома, а о целом полуострове. И еще очень большой территории вокруг. Почти 50 гектаров. Вот здесь стоит историческая вилла. Там вообще-то целая усадьба. Еще несколько домов и даже вертолетная площадка есть рядом. Но интереснее всего, разумеется, вилла. Это историческое здание. Вилла Силгрена. Построена в начале 20 века по проекту известного архитектора. Красивый трехэтажный дом с террасами. Летние сады, свой причал. Когда эта вилла была в хорошем состоянии, ее использовали для съемок фильмов. Места вокруг очень живописные. Ну и само здание такое классное, атмосферное. Вот отрывок из советского фильма про Шерлока Холмса. По сюжету в этой вилле живет немецкий шпион фон Борг. Для немца человек вполне приличный. Кому придет в голову, что ваш тихий загородный дом, центр, откуда происходит половина всех бед английского королевства. Но вот теперь вместо немецкого шпиона там живет Путин. Хотя, судя по тому, как он обращается с нашей страной, я не удивлюсь, если он тоже шпион. Я очень рад, что я всех посетителей познакомиться. Секретную виллу для президента, как утверждает Дождь, начали реконструировать в районе 2011-2013 годов. К стройке имел отношение Илья Трабер. Это криминальная авторитет из Петербурга 90-х. Тесно связанная своим прошлым с тогдашним вице-мэром города Владимиром Путиным. Ну и вообще, все данные указывают, что все это построено для него и для его семьи. Вот только основные факты, которые мы установили. И некоторые из них обнаружил также и Дождь. Во-первых, этот огромный участок земли находится в аренде у Сергея Олеговича Руднова. Это сын недавно умершего Олега Руднова, главы Балтийской медиагруппы. И СМИ называют Олега Руднова давним другом Путина. Я в это охотно верю. Кстати, ровно такая же схема, как с виллой Силгрена, была провернута с одним из зданий Константиновского дворца в Стрельне. Оно также было передано в аренду фирме Руднова, а тот открыл там не больше не меньше, а музей Путина. Буквально музей Путина с картинами, личными вещами и первой машиной, запорожцем, который якобы сам Руднов и восстанавливал лично. У этого же Руднова была совместная фирма с другим ближайшим другом Путина и кошельком Путина, виолончелистом Ралдугиным. Последний вам прекрасно известен как музыкант-долларовый миллиардер, невероятные богатства которого вскрылись благодаря Пананскому архиву. И мы с вами все отлично понимаем, кому на самом деле принадлежат деньги на этих счетах. Ну, он человек творческий очень. Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. И, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Во-вторых, земля под вилой и другими домами с 2005 года находится в аренде у другого человека, Сергея Колесникова. Колесников тоже многим из вас хорошо знаком. В первую очередь, потому что именно он рассказал о дворце Путина в Геленджике, который они строили вместе с еще одним ближайшим другом Путина, Шамаловым. В-третьих, ну, посмотрите, как выглядит въезд на эту территорию. Дождю местные жители уверенно говорят, что даже попытаться пройти вглубь полуострова не получится. Везде охрана, КПП, собаки. Нам удалось поговорить с одним из строителей этой вилы, и информация полностью подтверждается. К домам не подпускают никого, а на въезде даже отбирают мобильные телефоны, чтобы не фотографировали. Ну что так охраняют? Спецобъекты. И очень важные спецобъекты. Даже к домам и дворцам Медведева, ну, можно подойти вплотную. Здесь же реально сверхсекретный режим. В-четвертых, за 5 километров от места у самого въезда на полуостров стоит вот такой вот стенд. База отдыха Сибур. Ни в каких публичных документах компании Сибур мы эту базу отдыха не нашли. Сотрудников Сибура, получивших туда путевку, тоже не обнаруживается. Зато среди крупнейших акционеров компании мы видим лучшего друга Путина Геннадия Гангрену-Тимченко и зятя Путина Кирилла Шамалова, которому до недавнего времени принадлежало больше 20% этой компании. В-пятых, посмотрите, как называют объект те, кто непосредственно его строил. Вот резюме главного инженера. Виллу на острове Лодочный он называет резиденцией высшего командного состава, что бы это ни значило. Обратите внимание и на другие объекты, где работал этот инженер. Официальная сочинская резиденция Путина и некий объект ФСО в Геленджике. В общем, совокупность доказательств явно указывает нам на стандартную коррупционную схему Владимира Путина. Его личные активы записываются на его ближайших друзей. И эти друзья сказочно обогатились за последние 17 лет. И пока им не грозят никакие антикоррупционные расследования со стороны этой власти, ведь их богатство на правах полноценного партнера, принадлежит и самому президенту России. Easy, easy, real talk, think about this, man. Ну ладно, хватит уже говорить, давайте полетим. Итак, вот мы подлетаем к тому самому острову Лодочный. Сейчас мы над соседним полуостровом, и тут сразу среди леса видно большое жилое здание. Это, скорее всего, дом прислуги или гостиница. И чуть дальше гараж. Летим дальше. Слева, где заканчивается лес, видно аккуратную дорогу. Она соединяет остров Лодочный с основным участком. Там же построена вертолетная площадка. Ну и сразу видно один из гостевых домов. Полторы тысячи метров. Это еще не сама вилла Сельгрена, а новострой, выполненный в такой же стилистике. Мы продолжаем наш полет и летим в самый дальний край острова Лодочный. И вот уже виднеется красная крыша и узнаваемый силуэт. Это и есть знаменитая вилла Сельгрена. Практически в первозданном виде. По документам ее площадь относительно небольшая. 745 квадратных метров. Не президентский масштаб. Но и эту проблему решили. Мы еще увидим как. Вилла расположена на самом краю острова. Вокруг разбиты сады. Все очень аккуратно и ухожено. Ну и, конечно, невероятно красивый вид на Выборгский залив. Давайте мы им тоже насладимся. Разворачиваемся. И сразу понимаем, что к исторической вилле достроили дополнительное крыло. В два раза больше самой виллы. Слева виден пирс, а справа незаконно захваченная береговая линия. Целую бухту оттяпали. Раньше туда ездили на рыбалку туристы. Ну а теперь не ездят. Потрясающе же. Ни в одной нормальной стране такого в принципе быть не может. Люди, которые строили кучу резиденций Путина. На земле, находящейся в аренде у сына ближайшего друга Путина. Под вывеской карманной нефтяной компании друзей и семьи Путина. Теперь строят виллу для отдыха Путина. На вилле действует режим спецобъекта. Местные чиновники видят там Путина. А в интернете гуляет дизайн проект дома, щедро украшенного гигантскими двуглавыми орлами. И при этом все вокруг делают вид, что никакого отношения к Путину этот объект не имеет. Это ему не принадлежит. Ничего у нашего президента нет, кроме прицепа марки «Скиф» в декларации. Не дайте себя обмануть. Это самая настоящая коррупция. Это роскошная жизнь главы государства, оплаченная из украденных у нас денег. И это причины бедности. Поэтому и зарплаты в России такие низкие. Но не может развиваться и богатеть страна, где настолько явно царят воровство и беспредел. Не миритесь с этим, не соглашайтесь с этим. Поддержите борьбу с коррупцией, поддержите мою кандидатуру. Требуйте моего допуска на выборы. Поставьте подпись за моё выдвижение. В описании ролика есть ссылка. Ну и подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!